У меня в руках плата с поздним Intel Pentium 4 на 3 ГГц. В 2004-м это был прям топ, как 600-й Мерседес. Но буквально через пару лет настала эпоха двухъядерных Core 2 Duo. Позже, в начале десятых, AMD удивила всех восьмиядерными FX-ами. Ну а сейчас почти в любом магазине можно найти 16- или 24-ядерные процессоры. Может показаться, что эта разнояйцевая гонка между красными и синими только набирает обороты. Ну а что если я вам скажу, что 6,8 ядер с нами надолго? Нет, не в виде затычек типа Celeron или Pentium, а как полноценные камни для игр и рабочих задач. Эта ядерная гонка вновь теряет смысл, как это было с четырехъядерниками в прошлом десятилетии. Почему это происходит вновь? Как этому способствует Nvidia? При чем тут мониторы и когда закончится этот исторический цикл? На связи МК. Сегодня говорим о новом ядерном застое. Поехали. И начнем, как обычно, с небольшой истории. На протяжении трех десятилетий вопрос многоядерности в десктопных процессорах не стоял в принципе. Начиная с Intel 4004 из 70-х и заканчивая Pentium 4 из середины нулевых, о количестве ядер даже не говорили. Разумеется, развивались архитектуры, появлялись новые инструкции, процессоры становились суперскалярными и многопоточными. Об этом мы говорили в одном из предыдущих роликов. Но качественный скачок от одного ядра к двум в десктопах произошел лишь в 2005 году, когда AMD представила свой дорогущий Athlon 64X2. Спустя год Intel показала свою мощную склейку из двух Core 2 Duo, назвав ее Quad. То есть, после 30-летнего застоя, всего за два года чипы совершили ощутимый рывок по ядрам аж в четыре раза. Однако тогда прогресс практически никто не заметил. Все игровые движки и немалая часть домашнего ПО были гвоздями прибиты к однопоточности. И тот же PCMark считал Core 2 Duo даже лучше четырехъядерного Quad из-за более высокой частоты. Так что покупать в 2006 году четырехъядерный Quad имело смысл лишь под узкоспециализированные задачи типа рендеринга, который в 2006 мало кому был интересен. Все на компьютерах играли. И в большинстве даже свежих проектов разницы с двухъядерным Duo не было вообще. Пользователи продолжали сидеть на одноядерных Athlon'ах и Celeron'ах, и разработчики им в этом потакали. Неудивительно, что выпуск шестиядерных Phenom X6 в 2010 году прошел совершенно незаметно. Да, в синтетике эти процессоры были действительно быстрыми и нередко оставляли лучший Quad позади. Но при этом свежий Stalker Zof Припяти продолжал утилизировать лишь полтора ядра, и большинство игр были на том же уровне. Так что разницы в FPS с предыдущими четырехъядерными Phenom у новинок или не было, или предшественники были даже быстрее за счет более высоких частот. Если вспомнить, что свежая четырехъядерная линейка Core i5 унижала и продолжает унижать шестиядерные Phenom благодаря лучшей архитектуре, неудивительно, что такие CPU провалились в продаже. По этой причине пользователи в начале десятых годов продолжали сидеть на Core 2 Duo. Эти процессоры даже спустя пять лет после выхода абсолютно без проблем справлялись со всеми играми. Уверен, есть люди, которые мучают эти камни до сих пор. Но, разумеется, вечно так продолжаться не могло. Microsoft постоянно подкидывала игроделам новые версии DirectX, а производители видеокарт NVIDIA с IT, а потом и с AMD активно развивали свои ускорители. Но одноядерная производительность процессора так сильно уже не росла, чтобы обеспечить все возрастающие аппетиты свежих игр к физике и качеству проработки уровней. Кроме того, игровые консоли, начиная с PlayStation 3 и Xbox 360, были многоядерными. Так что к концу нулевых создатели игр в массе своей уже умели раскидывать нагрузку на несколько ядер. Последний гвоздь в крышку гроба однопоточности загнал релиз PlayStation 4 и Xbox One. Они получили не только десктопную архитектуру x86, но и восьмиядерные процессоры. Спасибо консольщикам, каждое новое поколение Xbox'ов и PlayStation'ов – это переломный момент в развитии игр на ПК. В общем, к середине десятых большинство игровых движков уже были переписаны под многопоточность. А это была очень нелегкая задача. Даже последний на тот момент API DirectX 11 был высокоуровневым, в отличие от текущего DirectX 12. А значит, он требовал от разработчиков каждой конкретной игры очень точной оптимизации нагрузки на каждое ядро. С этим все справлялись по-разному, но в целом к тому времени четырехъядерные процессоры в играх уже были заняты. При этом и два ядра со своей задачей справлялись. Вспомним знаменитую связку из гиперпня с GTX 1050 Ti. И на этом прогресс снова повис. Да, AMD пыталась всеми силами спасти свои шестиядерные Phenom и псевдо-восьмиядерный FX, выпустив низкоуровневый API Mantle, о котором красные уже почему-то удалили упоминания со своего сайта. Он отлично распараллеливал нагрузку на большое количество ядер. Но какого-либо успеха у разработчиков игр эта технология не имела. Самым известным проектом с ее поддержкой можно назвать Battlefield 4. В итоге в 2019 году AMD прекратила ее поддержку. Но полностью о Mantle не забыли. Она легла в основу популярного и сейчас API Vulcan. Теперь вернемся назад в середину десятых. Спустя 10 лет после появления первых двухъядерных и четырехъядерных CPU разработчики игр более-менее реализовали их поддержку в своих проектах. То была эпоха застоя с тотальным доминированием синих процессоров. И на этом достижении игроделы остановились. Чтобы оценить всю глубину четырехъядерного кризиса, на Quad из 2006 года можно поиграть в Far Cry 5 и Control из 2019. Да, после костылей с добавлением недостающих инструкций, но все еще 25-30 кадров вполне достижимы. А ведь к тому моменту на рынке уже пару лет присутствовали 16-поточные Ryzen 7. Спасибо AMD. Эта компания упорно не сдавалась и в 17-м году показала честный восьмиядерный Ryzen. Да, они были достаточно дорогими и сырыми. Да, они практически всегда проигрывали в играх четырехъядерным Core i7. Но, как мы теперь знаем, по итогу красные не прогадали и перехватили у синих звания лучшего производителя x86 процессоров. Хотя, конечно, в комментариях сейчас расскажут, почему 400-ваттный i9-13900KS предел мечтаний. Но почему в 2010 году с шестью ядрами AMD не получилось, а в 2017 с восьмью более чем? Да потому что железо не может быть без технологий. И вот они как раз к середине нулевых уже были готовы. Сложная физика, ткань, свет, развивающиеся волосы. Тут и индусы из Microsoft поняли, что Mantle на самом деле интересный API. И выкатили в 2015 году низкоуровневый DirectX 12 с улучшенной поддержкой многоядерных процессоров. И AMD в том же году представили Mantle 2, он же Vulkan. Конечно, в первых играх разницы с DirectX 11 не было, и временами старой API был даже лучше. Но за пару лет DirectX 12 уже обкатали, и Ryzen выходили на подготовленный к серьезной многоядерности рынок. С тех пор прошло шесть лет. Мы живем во времена новой ядерной гонки. Когда за последние три года нам показали сначала 16-ядерные Ryzen 9, а потом и 24-ядерные Core i9. На их фоне 6- и 8-ядерные решения просто теряются в бенчмарках и рабочих задачах. Но тогда почему в начале ролика я сказал, что таких решений для домашнего использования хватит очень надолго? Посмотрим на тесты свежих Ryzen 7000 в играх. Что шестиядерный Ryzen 5, что шестнадцатиядерный Ryzen 9, все они способны выводить больше 200 кадров в секунду. Формально между ними есть разница по FPS, но едва ли даже киберспортсмен отличит 210 кадров от 220. И ведь по синтетической производительности старший CPU минимум вдвое быстрее. В случае с новейшими Intel Core 13-го поколения все аналогично. И десятиядерный i5, и 24-ядерный i9 опять же выдают одинаковую производительность с учетом погрешности где-то далеко за пару сотен кадров. Хорошо, может в предыдущих поколениях дела обстоят иначе? Нет, тесты Ryzen 5 5600X и Ryzen 9 5 950X показывают, что старший камень опять едва ли быстрее младшего, да и разница эта видна, вернее не видна, лишь при полутора сотнях FPS. В двенадцатом поколении ситуация схожа. Даже низкочастотный шестиядерный i5 смотрится бодрячком в сравнении с бустанутым i9-12900K. Разница в пару десятков кадров есть, но при общем уровне в 150 FPS это не играет буквально никакой роли. Ничего не напоминает? Это же прямая аналогия с 2005-2006 годом, когда на рынок резко вышли решения с серьезным бустом по ядрам. Мы сейчас наблюдаем ровно такой же взрывной рост числа ядер и все тех же не готовых к этому игры и пользователей, которые даже по статистике Steam продолжают активно сидеть на четырех ядрах, то есть на уровне, доступном еще 15 лет назад. Но тут можно возразить. Современные движки без проблем параллелят нагрузку на пару десятков потоков. Тесты с Xeon это отлично демонстрируют. Не будет ли такого, что через пару-тройку лет мы увидим в топах 32-ядерные решения, а базовые Ryzen 5 или Core i5 будут начинаться с ядер 12 или 16, что сделает текущие 6 и 8 ядерники аутсайдерами? Что ж, будущего не знает никто, но есть несколько намеков на то, что 8 ядер хватит всем и надолго. Во-первых, развитие графических технологий близко к своему физическому пределу. Стоит взглянуть на техно-демки Unreal Engine 5, которые уже радуют нас фотореализмом и при этом требуют больше внимания к GPU, чем к производительности CPU. На это намекает интересная статистика. Если с 95-го по 2010-й год вышло аж 11 версий DirectX, то за последние 10 лет лишь DirectX 12 и про 13-е нет даже слухов. Так что едва ли какой-нибудь Ryzen 7 7700X, который сейчас без проблем отрисовывает в современных играх со сложной геометрией и физикой пару сотен кадров в секунду даже через 5 лет опустится ниже сотни FPS. Во-вторых, сейчас развитие графических технологий направлено на максимальное облегчение работы процессору. Например, идея DLSS 3 или FSR 3 в том, чтобы заставить видеокарту генерировать промежуточные кадры, к расчету которых CPU вообще не привлекается. Как итог, FPS растет вдвое, а нагрузка на процессор не растет. Или взять технологию Direct Storage. Она позволяет переложить процедуру распаковки ассетов игрового мира с CPU на GPU, что опять же по тестам Microsoft ощутимо снижает нагрузку на процессор. Или взять технологию Rebar, которая позволяет более эффективно использовать фреймбуфер для передачи данных между CPU и GPU, что в случае с видеокартами Intel может поднять FPS на 30-40%. Разумеется, пока не все эти технологии активно используются игроделами, но это очевидно вопрос времени. Так что в будущем процессорам станет жить легче, чего не скажешь о видеокартах. В-третьих, вспомним консоли, на которые активно опираются разработчики игр. Современные PS5 и Xbox Series имеют по 8 ядер на архитектуре Zen 2. То есть это уровень около Ryzen 7 5700X. И этого без проблем хватает, чтобы обеспечивать в режиме производительности под 60 кадров в секунду. И будет хватать еще минимум лет 5 до выхода нового поколения. Ну и под конец мы вплотную подошли к нашему физическому пределу восприятия действительности. Если разницу между 30 кадрами и 60 замечают абсолютно все, то вот между 60 и 120 уже нет. И именно поэтому стандарт 60 Гц с нами уже полстолетия. Но если мы берем 120 и 240 Гц, то здесь для большинства разница будет видна лишь при прямом сравнении. Уход в 360 и тем более 480 Гц выглядит чистой воды маркетингом. Даже киберспортсмены едва ли почувствуют разницу. Вот и получается, что современные процессоры под жидким азотом, отрисовывающие в каком-нибудь Doom по 1000 кадров в секунду, уже находятся за пределами нашего восприятия этого мира. Кроме того, пользователи все чаще присматриваются к 2К и 4К мониторам, которые предъявляют уже очень серьезные требования к видеокарте. И если в Full HD замахнуться на сотню кадров можно с RTX 3060, то вот 4К, даже 4090 заставляет очень сильно напрягаться. Упор снова в GPU, а процессоры опять прохлаждаются. Что мы видим в итоге? Отличное распараллеливание с уклоном в снижение нагрузки на CPU, переход в более высокие разрешения и 8 ядер в консолях приводит к логическому выводу о том, что такого количества кокосов действительно хватит всем и надолго для плавного игрового процесса. Особенно если учесть, что история циклична не только в случае с ядерными гонками. По статистике Steam самые популярные карты идут с индексом 50 и 60. То есть это среднебюджетный уровень, который редко замахивается на сотню-другую FPS. Ну а 60 кадров в секунду в большинстве современных игр выдаст даже 4-ядерный Core i3-12100. Это мы и докажем в следующих выпусках. Возможно в будущем, когда все будут пользоваться сложнейшими VR-костюмами с максимальной тактильной отдачей, требующей от процессора серьезных расчетов, это заставит виртуальных жителей перейти на процессоры с парой десятков ядер. Но на ближайшие годы мы застряли в 2D, где уже получили уровень фотореализма. Трассировка пути – последний шаг к этому. Однако кроме игр хватает и вычислительных задач, которые с радостью сожрут все ресурсы мощного ПК и попросят еще. Это и обучение различных нейросеток, и сложные физические расчеты, и качественный рендеринг. У большинства таких задач есть важная особенность. Они отлично параллелятся на буквально любое количество потоков. И тот же бенчмарк Cinebench на 72 ядрах выглядит просто завораживающе. Современные чипмейкеры пытаются усидеть сразу на двух стульях. С одной стороны, большая часть покупателей мощных домашних ПК – геймеры. И ради них, что Intel, что AMD наращивают однопоточную производительность, дабы накинуть еще пару кадров в секунду. С другой стороны, выход из ядерной гонки будет означать автоматический проигрыш оппоненту в будущем. Вот и получается, что компании находятся в заложниках ситуации. Попытка и наращивать число ядер, и их чистоту, в условиях проблем с уменьшением тех процессов и тотальным доминированием маркетологов, которым важны лишь красивые цифры на графиках, приводит к появлению супергорячих процессоров, абсолютно бесполезных для геймеров. Поэтому, если вы хотите собрать себе мощный игровой ПК с хорошим запасом на будущее, забудьте про рекламные слайды 16-ядерных Ryzen 9 и 24-ядерных Core i9. Они вам никогда не понадобятся. 6-8 ядер – это ваш выбор. Касательно i3-12100, мы называли этот 4-ядерник единственный из современных, которые стоит покупать в 2023 году для сборки игрового ПК. Мы собираемся собрать на нем компьютер, воткнуть необычную видеокарту, которой не было у нас на канале, и разыграть его в будущем среди подписчиков нашего телеграм-канала. Поэтому подписывайтесь, там мы публикуем интересные новости, я думаю, вам понравятся. Ссылочка будет в описании. Еще один вопрос к вам. Мы вот хотели бы попробовать собрать на вот этой плате и процессоре игровой компьютер из 2004 года, и посмотреть, что он может в современных браузерах, в современных операционных системах. Если вам это интересно, мы для вас замутим вот такой вот интересный проект. Ну, по моему мнению, интересный. Потому что такой компьютер на Pentium 4 в 2004-2005 годах, это был просто топ, это что-то на богатом. Как сейчас, я не знаю, i9. В общем, на связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Извините за столь длительный выпуск роликов, я слегка приболел, до сих пор еще не выздоровел. В общем, вам здоровья, еще увидимся. Пока.